История эта произошла в далеком детстве, когда у каждого ребенка в деревне жили бабушка и дедушка, и родители их отправляли туда каждое лето. Это было замечательное, беззаботное, веселое время. Думать ни о чем не надо было, только речка, игры и веселье. И вот так нас с сестрой каждое лето отправляли в далекую Вологодскую деревню, до которой надо было добираться очень долго. Сначала поездом, потом автобусом, со следующей станцией и попуткой, а потом еще и 15 километров пешком. Нас с сестрой встречал на станции дедушка, и вот такими путями мы добирались до деревенского дома. Дальняя дорога была нам интересна, как любому ребенку все в детстве. Мы, конечно, уставали идти пешком долго, и иногда попадался по пути сосед на повозке. И тогда мы благополучно быстро добирались до дома, где нас встречала бабушка с пирогами, молоком. И от ужинов мы ложились счастливые спать. А утром начиналась беззаботная деревенская жизнь. Вот так, пробегав, прогуляв целый день, вечером садились за большой стол с другими родственниками, приехавшими тоже в гости, и начиналось время интересных рассказов и историй. В основном всегда рассказывала либо бабушка истории из своей молодости, либо дедушка. В этот раз был дедушкин черед. Он решил рассказать историю своей далекой молодости, да такую, что раньше мы ее не слышали. По молодости дед работал егерем. Он очень любил свою работу и выполнял ее с особым усердием, и поэтому с ним всегда происходили истории. Но одна из них ему запомнилась на всю жизнь, потому что это было на грани жизни и смерти. Зимой на охотничьих лыжах с собой он всегда носил на спине вещмешок, в котором лежал кусочек хлеба, сала, спички на случай, если захочется перекусить, а также топорик и веревка. Всякое может случиться в лесу. И, конечно, он, как егерь, обязан был носить с собой ружье. На обходе он проверял, никто ли не браконьерничает, не нарушает ли лесной порядок, потому что дед был очень ответственным егерем. Накануне была пурга, и все его тропинки замело, но он все равно знал, куда идти. Можно сказать, что он знал в лесу каждое дерево. А этот день после пурги выдался морозным и солнечным. Отправился он с позаранку и покатился на своих лыжах. Обходил он, смотрел, проверял, и вдруг услышал тихий жалобный вой. Он остановился и прислушался. Откуда это могло доноситься? Ведь зимой всю местность хорошо видно, а тут никого рядом нет. Он пошел на этот звук. Дед увидел наваленные ветки лапника. Откуда они могли тут взяться? Подумал он. Еге решил подойти поближе и осмотреть, взяв в руки ружье, ведь вой был явно волчий. Он подошел ближе и увидел, что это была яма, прикрытая ветками, и оттуда доносился жалобный вой. Тогда он снял лыжи и решил подойти еще ближе. Он аккуратно подошел, постарался оттащить ветки, и оказалось, что там кем-то была выкопана яма, явно еще с лета. Дед заглянул туда. Оттуда на него смотрело два грустных глаза, и он понял, что туда попал волк. Это было странно. Неужели волк не может выбраться из такой, не совсем глубокой, примерно с человеческий рост ямы? Вдруг, неожиданно, из-под этого волка показался кто-то маленький. Боже, да это ведь волчонок. Значит, это не волковолчица, угодившая в яму вместе с волчонком. Видимо, из-за этого обстоятельства волчица осталась тут, если, конечно, она себе ничего не сломала. Глаза волчицы явно просили «помоги и спаси». Дед решил помочь, но как? Ведь страшно. Ведь она может быть тут не одна, а со стаи. Он решил помочь, ведь она сама не выберется. Она была обессилена и голодна. А даже если бы она выбралась сама, то волчонок был бы точно обречен на смерть, ведь он был маленьким, а яма была слишком для него глубока. Мой дед решил к лыжам привязать ветки и сделать что-то на вроде лестницы. Но оказалось, что волчица даже не может забраться по этой лестнице, настолько она была обессилена. Видимо, она сидела тут уже не первый день. Бросив попытки вытащить волчицу с помощью лыж и палок, дед уже было совсем отчаялся, как вдруг к его голову пришла безумная идея. Эта идея была очень опасна, но она точно бы сработала. Он решил спрыгнуть в яму самому и вытолкнуть оттуда бедное животное. Другого способа спасти ее он просто не видел. Он тихо, аккуратно сполз по краю ямы, при этом приговаривая «все будет хорошо, я тебе помогу». Волчица же не проявляла агрессии, а только с доверием смотрела на своего спасителя, как будто понимая, что он ей говорит. Мой дедушка решил сначала взять волчонка. Он осторожно приблизился к волчице, взял на руки волчонка, все еще приговаривая, как мантру, слова о помощи. Волчица, на удивление, вела себя спокойно. Тогда дед медленно взял волчонка. Он был теплый и мягкий. Видимо, волчица до последнего согревала и кормила своего детеныша. Однако сама осталась без сил. Волчонок пытался выбраться из рук егеря и пытался его укусить, но дед ловко его подхватил за шкирку и одним движением просто вышвырнул из этой злополучной ямы. И сейчас предстояло самое сложное – это достать волчицу. Хоть она и была спокойна, но она была тяжелее волчонка, да и зубы у нее были поострее. Если бы она внезапно решила, что ей хотят причинить вред, то деду точно было бы не сдобровать. Она бы начала из последних сил защищать себя. Для начала ее нужно было осмотреть, нет ли у нее повреждений, не сломана ли лапа. При осмотре она вела себя опять же спокойно. Дед обрадовался, ведь это значит, что она здорова, просто выбилась из сил. Он погладил ее по голове, посмотрел еще раз в эти грустные глаза. На свой страх и риск он поднял и попытался вытолкнуть ее из ямы, потому что его роста как раз хватало для того, чтобы волчица, если постарается, то вылезет из нее. Волчица это поняла, она из последних сил, карабкаясь и цепляясь за мерзлую землю, все-таки смогла выбраться. На поверхности она встала. Волчонок к ней подбежал. Она его лизнула и тут же рухнула. Дед выбрался из ямы сам и увидел, что у волчицы нет сил даже уйти. Он оттащил ее подальше от ямы и тут вспомнил, что у него есть с собой кусок сала и немного хлеба. Он вытащил все это из своего мешка и протянул к хищнику. Волчица принюхалась. Сначала она не проявляла внимания к еде, но затем принюхалась и потянулась к ладошке егеря и с жадностью съела все сало и хлеб, не оставив и крошки. Тут дед засобирался. Он достал лыжи, отвязал ветки и тут понял, что яму нужно как-то закрыть. Но уже темнело, и он решил, что сделает это завтра, ведь не может же за ночь туда опять кто-нибудь угодить. Одевая лыжи и уже собираясь в путь, дед почувствовал что-то неладное. Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит целая стая волков. Видимо, они были тут рядом все время, но почему-то пропустили его к этой яме. Дед испугался, он не знал, что и думать. Ведь одно дело, когда ты один на один с обессиленным зверем, и другое дело, когда перед тобой стоит целая стая. Внезапно волки раступились, и он понял, что они его пропускают. Дед встал на лыжи и, не жив, не мертв, прошел через них. Идя, он решил обернуться и увидел удивительную картину. К обессиленной волчице подходили ее сородичи. Они подходили и ложились к ней, видимо, чтобы согреть. У некоторых в зубах была добыча, которую они положили перед волчицей. В конечном итоге все улеглись вокруг нее. Им необходимо было дождаться, пока она согреется и придет в себя, чтобы они могли двигаться дальше. Только придя домой, мой дедушка понял, в какой опасности он был. После всей этой истории дедушка приболел, и ему пришлось лечь в больницу, потому что это было сильное нервное потрясение. Такое с ним случилось впервые. Неделю он отлеживался дома, бабушка поила его отварами, которые поставили его на ноги. После этого случая прошел год. Стояло лето, он шел по лесу и увидел, что стат капканы, причем на медведя. Дед решил подкараулить, чтобы поймать браконьеров, потому что сезон охоты не был еще открыт. Так он прождал целую ночь, но никто так и не пришел. И только он засобирался домой, как услышал разговор и увидел троих пришлых мужичков, они явно были не деревенские. Они шли за капканами и хотели их переставить на другое место. Дед вышел из своего укрытия и представился по должности. Но мужики решили не сдаваться и направили ружье все трое на деда. И не успели они даже слова сказать, как в их руки вцепились волки, неизвестно откуда взявшиеся. Мужики закричали от боли, но волки только сильнее сдавливали их. Выстрелы прозвучали, но дед успел отскочить. Волки отпустили мужиков и отошли, наблюдая за тем, что же будет делать дед. Тот собрал ружья, помог перевязать раны и повел этих мужиков из леса. Волки провожали их до самой кромки. Уходя, дед обернулся, и только сейчас он понял, что на него смотрит та самая волчица. Возможно, она была вожаком и привела свою стаю на помощь моему дедушке. Для него и для нас это останется лишь загадкой. Дослушивали мы дедушкину историю, открыв рты. Мы всегда знали, что волки добрые животные. Но мы и догадаться даже не могли, что благодаря этим диким, благородным животным жив наш дедушка. Вот такая удивительная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!